Абул Хайрхана, 58. Дом стоит практически в центре города. Ранее здесь работали магазины брендовой спортивной одежды, но вот уже пару лет несколько помещений на первом этаже занимают кафе. В одном из них в 2017 году случился пожар. По словам жильцов дома, хозяин кафе не имел никаких средств тушения пожара, кроме пластиковых бутылок. Турк мне что-то сказал, я поняла смысл, что женщина молчи, закрой рот, не твое дело. Но когда загорелся, он по всей крыше бегал, соседи, помогите, соседи, помогите, так как у меня были окна с решетками, мы со 108-й квартиры подавали воду. Их ниже сотрудники, снизу вверх, в полторашке, в пятилитровках носили воду. Мы вызывали службу 101, наш вызов был зафиксирован 102, но результатов, как оказалось, нет. Одна из жительниц дома, живущая прямо над кафе, заявляет, что чуть не задохнулась от угарного газа. Я получила отравление угарным газом, дети не получили. И мы уехали из дома, приехали на следующий день после того, как уже более-менее проветрилось. Обои пахнут в туалете, вся гарь зашла через вот эти вот вытяжки. Через вытяжки зашло, на сегодняшний день до сих пор запах стоит. Просто с самого момента, знаете, осознавание того, что ты выжил и мог погибнуть по чужой вине. Да, там начинаешь понимать вот эту ситуацию астанинская, алматинская, где вот они воюют, там вот это вот все. Именно кафе. Пожалуйста, работайте, но смените отрасль деятельности. Еще одним камнем преткновения жильцов и предпринимателей стали еженедельные нарушения тишины в заведении. По субботам кафе работает до пяти утра. И как сетуют соседи, часто снизу слышится топот и гомон, а выходящие под утро сотрудники также добавляют шума. Директора в кафе не оказалось, но возмущенные жильцы потребовали ответа от администратора. У нас все по закону, работаем по закону, у нас ничего нет такого, чтобы мы нарушали законы, у нас нет. Почему поставить это сильно вьюнет музыку, что мы даже слова песен слышим? Ну музыка, сейчас мы уже сделали, да, до 11, потом уже музыка у нас не играет. А ремонт работал у вас в будние дни с 9 до 4, а в субботу до 5 утра, да? Ну, Винцент работает тоже до 5 утра. Жильцы подали на кафе в суд, но служители Фемиды не нашли никаких противоправных действий в работе точки общепита. Заявления в прокуратуру также не возымели действия, эта структура тоже не обнаружила никаких правонарушений. А жильцам дома остается только угрожать предпринимателям более решительными действиями со стороны общественности и средств массовой информации. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт».